В Балтийском море проходят ходовые испытания. Новейший боевой ледокол Илья Муромец. Это первое более чем за 40 лет судно подобного класса, которое пополнит арктическую группировку российских вооружённых сил. Марина Наумова оценила возможности посадки вертолёта на ледокол в условиях штормовой Балтики. С высоты птичьего полёта можно хорошо разглядеть его палубу со специальными контейнерами-рефрижераторами. Огромный 20-метровый кран, способный поднять до 26 тонн груза. Ещё один кран-манипулятор. Названный в честь былинного героя ледокол и сам обладает небывалой силой. Он может колоть лёд полутораметровой толщины, чтобы прокладывать путь кораблям, а также переправлять грузы и снабжать береговые островные базы и аэродромы, расположенные в арктической зоне. На Балтике специалисты проверяют работу всех узлов и систем ледокола нового поколения. Наш металёт участвует в испытании авиационного комплекса ледокола. Сейчас нарушает ровно-палку. Экипажи Государственного лётного испытательного центра каждый эпизод отрабатывают часами. Специалисты должны оценить возможности посадки вертолёта на ледокол во всевозможных метеоусловиях. Сейчас будем начать вращать корабль, чтобы и боковой ветер был в пределах нормы, и попутный. То есть всё согласно с задачей. Следующая будет программа — это полёты ночью. Лётчики-испытатели совершают посадки на палубу корабля. Это сложная задача, вертолётная площадка. А на ледоколе она расположена в носовой части всего 10 на 12 метров. Повсюду корабельные надстройки. Сначала Ка-27 зависает над судном, выравнивает скорость и только потом начинает снижаться. Первый ледокол, построенный за последние полвека для военно-морского флота, обладает рядом уникальных технических особенностей. Так его винторулевые колонки закреплены вне корпуса судна и способны вращаться на 360 градусов, благодаря чему корабль может двигаться и носом, и кормой, и бортом. Управляет двумя колонками, соответственно, подождите секундочку, это вот мы газ, колонка, а так она управляется. То есть здесь поставлены винторулевые колонки, то есть так называемые азиподы. После завершения испытаний в Балтийском море на Илье Муромце будет поднят Андреевский флаг. Он совершит переход на север. Там в условиях арктических широт ледоколу предстоят ледовые испытания. Марина Наумова, Никита Бунаков, Александр Наумов, Павел Симофеев. Вести. Балтийское море.